всем привет вы на канале тепличный бизнес канал для тех кто хочет делать бизнес правил сегодня я бы хотел поговорить о вредителях которые портят товар после сбора тем самым отнимая у нас честно заработанные деньги на примере меня только в первый оборот я выбросил более 300 килограмм испорченной продукции и так все мы знаем что во время сбора томат собирать не только созревший но и тот который только начинает созревать и это нормально такой томат ставится на дозревание и в этот период собственно и начинаются проблемы два способа какими я пользуюсь это я оставлю его в коробках в термобудке или же оставляю на поддоне в теплице где происходил сбор и что в первом что во втором случаях томат созревает одинаково никакого секрета дозревания нет просто необходимо время чтобы томат дозрел и давайте на примере посмотрим как происходит дозревание томат вот томат поставленный 3 октября на дозревание через сутки уже видны изменений на вторые сутки томат уже более окрасится и на третий томат готов к продаже на 4 сутки товар уже в продаже в таком окрасе далее томат остается в том же виде что и на пятые сутки возможно еще чуть-чуть подтянет свете и так о вредителях это мыши они нагрызают плод находящийся уже в коробках и томат начинает покрываться плесенью и гнить заражая рядом лежащие томаты какие варианты есть от этих вредителей клей липкие ловушки мышеловки но все это мало эффективно в борьбе с грызунами и что остается остается самый эффективный дешевый вариант итак берем обычное пластмассовое 5 литровое ведро наливаем в него немного воды делаем отверстие ведре и протягиваем проволоку берем обычную полтора литровую бутылку разрезаем ее пополам и вставляем две половинки друг в друга подгоняя под нужный размер посередине бутылки обмазываем арахисовым маслом обычное арахисовое масло цена такой баночки 2 доллара затем поставьте две дощечки по краям чтобы грызуны смогли залезть или можно выкопать ямку под ведро тогда не понадобятся эти дощечки на результат это никак не повлияет я поставил две такие ловушки по разным сторонам теплицы так как на дозаривание стояло много томат и за сутки вот такой вот результат более 20 мышей на арахисовое масло они лезут что дурные придумал такой способ не я но я его проверил и он действительно работает вот таким нехитрым способом я защищаю томаты стоящие на дозаривании от грызунов которые наносили ущерб на ощутимую сумму за эту сумму можно приобрести качественные удобрения на весь оборот между прочим поэтому у кого такие проблемы есть советую воспользоваться этим дешевым но очень эффективным способом я в свою очередь вкопаю такие ловушки по углам теплиц для контрольного отлова грызунов итак на этом видео я заканчиваю тему томатов 2019 и в следующих видео буду снимать подготовки к новому сезону 2020 не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик чтобы не пропустить новые видео а на этом у меня все с вами был канал тепличный бизнес спасибо за просмотр всем пока